Цены на продукты не поддаются регулированию. Борьба с повышением цен не дает результата. В прошлом году социально значимые товары выросли на 25%. Например, цена хлеба сейчас достигла 120 тенге. В результате мониторинга на прошлой неделе выявлено 11 случаев необоснованного повышения цен. Подробнее в сюжете. В соответствии с поручением главы государства в городе ведется системная работа по стабилизации цен. В регионе предпринимаются меры по недопущению превышения предельных цен на социально значимые товары. Местная мониторинговая группа еженедельно посещает торговые центры, следя за тем, чтобы цены не превышали 15%. Однако рост цен беспокоит население. Например, по сравнению с прошлым годом значительно выросли цены на овощи. Огурцы на 35,6%, помидор на 14,6%, сладкий перец на 8,4%, лук на 7,9%, свекла подорожала на 3,8%. Наши мониторинговые группы посетили около 500 магазинов, провели разъяснительную работу. Также у нас действует комиссия, которая определяет посредников от производителей до последней полки в магазине. В составе комиссии работают представители всех компетентных служб. Каждый раз совместно с ними мы проводим мониторинг и принимаем соответствующие меры в случае нарушения закона. Те, кто занимается реализацией продовольственных товаров, говорят, что не могут приобретать товары в регионе. Они вынуждены все везти извне. Так, только 30% продукции птицы в Африке области проходят на местах предпринимателей, а до магазинов на всей территории города она не доходит. Кроме того, производимые местные продукты питания, такие как молочная продукция, колбасные изделия, не могут полностью охватить все точки продаж области. Надо поддержать предпринимателей, которые работают. Например, в нашем регионе производят много разных продуктов, но ни одной из них не встретишь в наших магазинах. Нет сметаны, творога, молочных продуктов. Все везем из Астрахани. Жаль, что в нашем городе нет производителей продуктов. К примеру, нет фабрики по производству конфет, печенья. Почти весь товар поступает извне. Даже колбасу мы везем из Тараза. Премьер-министр Алихан Смаилов, в свою очередь, раскритиковал Акиматы и Министерство сельского хозяйства из-за ценно-социально значимой продукты. Акимы и Министерство сельского хозяйства не сформировали минимальный объем стабилизационных фондов, не выделили достаточных средств по оборотной схеме, слабо проводите контроль над торговыми надбавками. Фактически, работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары пущена на самотек. Ваша задача – обеспечить наше население товарами первой необходимости по доступным ценам. Это мониторинг, проведенный в начале года в соответствии с этой задачей. Разъяснительная работа, проведенная городским отделом предпринимательства. Такое наблюдение обычно проводится еженедельно. По словам членов мониторинговой группы, предпринимателям, которые умышленно поднимают цены на продукты питания, сначала будет выдано предупреждение, а затем, если факт повторится, будет штраф. Специалисты призывают предпринимателя не повышать цены. Определьная стоимость товаров, рассчитанная на 2023 год, пока не установлена.